Давайте посмотрим, какие варианты родительских пар мы уже с вами просчитали. Итак, мы смотрели, что будет при скрещивании вот такой коровы с вот таким быком. Скажите, дети у них всех одинаковые или нет? Нет. В каком соотношении расщепиться фенотипу потомства? 50 на 50. Или 1 к 1 на 1. Отлично. А теперь следующий вопрос. Попробуйте посмотреть, а что будет, если мы скрестим 2 гетеразиготные особи. В генетике родительское поколение обозначается буквой П большой. Родители по-английски как говорят? Итак, родители. П большой. Вот родительское поколение. Знак скрещивания косой крест. Так? Как умножить. И именно так. Вот это знак производства потомства. То есть вот эту пару мы скрестили, и она произвела потомство. Потомки первого поколения будут обозначаться F1. F1. Потомки или гибриды первого поколения. Кстати, что означает очень часто используемый в генетике термин гибрид? Это просто потомок. Вот лично я, гибрид моего папы и моей мамы. Каждый из вас, это гибрид ваших родителей. Гибрид это потомок. Да. Соотношение. Тише, тише, тише. Будут получать здесь соотношение 3 к 1. 3 к 1 докажите. Там, смотрите, первый случай мы разбираем. Предположим, вот, у нас получается следующее. Когда у нас доминантный соединяется, то всегда там будет доминантный проявляться. В трех случаях с четырех, в доминантный гель пойдет? Проявится. Вот, в трех с четырех, да, проявится. Так. И только вот там с четырех, а доминантная идея. Да, доминантная идея. А децитивная идея только в одном случае проявится. Согласен с вами. Вот это описание. Генотипы телесной клетки или половой клетки? Половой. Половой? Половой клетки два варианта каждого гена? Нет, один. Какая плодность половых клеток? Половая. Гооплоидная, один N. Зачем мы с вами миозом занимаемся? Из диплоидной телесной клетки, из клетки имеющие два варианта аллеля. Какие гонеты возникают? При миозе диплоидной клетки. Какие гонеты возникают? Приехали. Итак, у нас здесь диплоидная клетка, два N. Она прошла миоз. Сколько и каких? Диплоидных. Диплоидных. Очень плохо. При миозе одной клетки, сколько дочерних возникает? Четыре. Четыре. И каждая из четырех какая будет? Один Н готовит. И все эти потомки готовят. В результате вот эта запись, беру два родителя, это запись телесной клетки или кометка? Конечно, телесные клетки. Для того, чтобы размножиться. От телесных клеток, половые клетки должны проезжать? Должны проезжать. Берем организм вот такого типа. Вот его телесная клетка. Скажите, пожалуйста, какой аллель из вот этой парочки он может направить в половые клетки? Ведь в половой клетке из этой пары остаются оба аллели или только один? Только один. В результате по этому гену какой аллель будет в половой клетке? Вот у такого агамета. Доминантный. А какой-нибудь другой может быть? Нет. Нет, почему? А у него просто нет никакого другого. Так что все гаметы у этого парня будут содержать только доминантный аллель. Согласны? Да. Значок гаметы пишется под чертой и отводится кружочком. Хорошо. А вот этот парень? Все гаметы будут производить одного единственного сорта? Нет. Какие он может произвести гаметы? А? Они все. А большой один? А в каком соотношении? Один к двум. Один к двум. Гаметы? Один к двум. Ребята, вспомните, как в нее сойдет. Расхождение на четыре группы. А у такого половину гамет уйдет доминантная программа, а у второго половины гамет? Рецепт. Рецепт. А вот теперь разберем такую табличку, пользуясь которой можно легко решать даже сложные задачи по генетике. Решетка пинета, как она составляется? Лучше сначала вытащите правила ее составления. Сегодня-то мы будем с простыми решетками работать, а уже на следующем занятии мы перейдем к сложным решеткам, и там вы наверняка начнете врать. И я вам буду говорить, ну, читайте правила составления решетки пинета. А я представляю, как в шахматном подминуле. Так, а? Не по всему. Итак, как составляется решетка пинета? На горизонтальной строке выписываются те гаметы, которые может образовать папа. Вот значок папа может образовать в данном случае сколько разных вариантов гамет? Два. Итак, папа может образовать гаметы типа А большую и гаметы типа А малая. Это на горизонтальной строке. В вертикальном столбике выписываются те гаметы, которые может образовать мама. Какие гаметы может образовать мама? А большая, а малая. На пересечении. А на пересечении, вот очень счастливых квадратов, мы будем получать те варианты, которые могут возникнуть у детей. Может ли вот такой сперматозой встретиться с вот такой яйцеклятой? Может, какой генотип будет у детей? А большое. А большое. Согласна? Да. А может ли такой сперматозой встретиться с вот такой яйцеклятой? Да. Какой вариант детеныша? А большая, а малая. Хорошо. А может ли вот такой сперматозойт встретиться с вот такой яйцеклятой? А малая, а малая. А малая, а малая. Ну и наконец, вот такой сперматозойт с вот такой яйцеклятой? А большая, а малая. А большая, а малая. Какие-нибудь еще варианты встречи возможны? Нет. Нет. Мы исчерпали все возможное множество вариантов. При этом вероятность возникновения каждого случая, вот суммарная вероятность, 100%, то есть единица. Вероятность происхождения вот таких, ребят, как это. 25%. 25%. Одночетверо. У вас 24 чеки. Возникновение каждого из них равновероятного. Вот такой случай. С какой вероятностью? 25%. 25%. Отлично. Вот это мы составили решетку пенета, описывающую скрещивание двух гетеросиболок. И давайте разбираться, что у нас с пенотипами потомства. Вот это какой признаками внешне наблюдаемый? Доминантный. Доминантный. Вот это. Доминантный. Вот это. Доминантный. А вот это? Это с силой. Именно так. Соотношение. Один в трех. Или, как обычно говорят, три к одному. Соотношение три к одному. При расщеплении три к одному, трое обладателей доминантного фенотипа, один веносиболок. Понятно, что больше радиусы были в нашу. Хорошо. Вот с этими двумя случаями понятно? Да. Кстати, как бы выглядела решетка пенета для этого случая? Ну, так же самое. Нет, не то же самое. Смотрите. Папа произвел те же самые гометы, а мама? А мама? А один. А мама, а малая у нее просто ничего другого нет. В результате вот эти оба какие будут? Вот это вот, это дитянушко. Доминантный внешний. А по генотипу? Гетергигода. Гетергигода. Вот так. Внешний они доминанты. Хорошо. А вот этот парчик? Гомодиболтный рецессивный. Рецессивный гомодиболтный. Вот так. То есть для этого случая в решетке пенета видно, что вот этот столбик, это дитянуши с доминантным фенотипом, вот этот с рецессивным фенотипом. А теперь задача, а ну-ка попробуйте выписать, какие еще возможны пары родителей. Ну выписали здесь две разные пары, отличающиеся генетически, да? Какие еще возможны и сколько их? Их на самом деле мне так много. А вот вопрос, а если представляется, что там папа сессивно по чистой линии, а мама доминантно по чистой линии, и наоборот, это считается... Володь, скажи, пожалуйста, если вы вот так переставили, или вот так переставили, то ваш результат изменится? Я говорю о другом, что у вас тут морщик с собой. Хорошо, вы взяли заменили вот здесь папа, мама. Результат изменится или нет? Я думаю... Так изменится или нет? Нет, нет. Нет. На этом уровне сложности, на первом уровне сложности, считаю, что зависимость только от того, какой аллей, доминантный или сильный. Никак это не связано с тем, от кого аллей пришел, от папы или от ног. Сначала разберитесь с первым уровнем сложности. Только потом можно будет двигаться дальше. Ну, смотрим, с того, что получилось. Во-первых, сколько случаев, ваше? Шесть. Для тех, кто выписал все шесть разных вариантов. Следующая задача. А попробуйте разобраться, а какие будут дети. В случае, когда все дети одинаковые, а такой случай будет у вас, да, обозначаются в генетике значком БР, без расщепления. То есть выписываете какую-то пару, если у нее рождаются все дети одинаковые, ставьте значок БР. Тут точно. Генетика родительских пар, и вот здесь рядом столбик, какие у них дети. Да нет, еще раз, если все дети одинаковые, значок БР, без расщепления. И таблица тоже вписывается, да? А зачем? Все случаи настолько очевидны, что никакая таблица, конечно. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Все, все, отлично, разобрались. Так, разобрались. Разобрались, ладно. Смотрим. Да, да. Сейчас вы видите, какое гениальное орудие решения генетических задач мы с вами сейчас построили. Так, смотрим. Вот здесь построить решетку генетик, посмотрите, а заодно и вот здесь. Вот те, кто к данному моменту со всеми шестью случаями разобрался, действительно понял. Давайте все оставшиеся четыре случая выпишем. Ребята, они все агра. И еще какой у нас остался? У нас еще осталось агра. Гетер-жигота с кем? С доминантной гонг-жиготой. Ребята, всех этих АА, пожалуйста, отмельчайте. Для каждого из этих организмов есть свое название. Вот это гетер-жигота, вот это доминантная гонг-жигота, вот это сильная гонг-жигота. Пока вы не привыкнете называть их правильно для себя, у вас ничего получаться не будет. Итак, еще раз говорю, вот это гетер-жигота, вот это доминантная гонг-жигота, вот это речивная гонг-жигота. Так и только так. Вот в этом случае какое расщепление у потока? Б. Без расщепления. Все дети одинаковые. В этом случае. Б. Все дети одинаковые. В этом случае. Б. Все дети одинаковые. И в этом случае. Б. 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 Без расположения, у нас всего шесть разных вариантов. Б. 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 Найм. Б. 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 Фены родителей и фены детей. Допустим, я вижу, что среди потомства не все одинаковые. Половина несет один признак, а половина другой признак. Это значит, какие родители? Один доминанты. Не доминанты, неверно. Гетер. Один из них гетер и животы, а второй? А рецессивный. Рецессивный, а вон, вот он. Может ли расщепление один к одному быть у какой-нибудь другой родительской пары? Нет. Нет, никогда не бывает. То есть, если дети по-рубому поделили внешнее проявление признака, мы сразу можем сказать, какие родители. Хорошо. Теперь, я смотрю на детей и вижу, что примерно четверть детей один признак, а три четверти другой. Что это значит? Значит, А большой на А и маленький. Как это называется? Оба родителя гетер и животы. Еще хоть каком-нибудь случай. Это возможно? Нет. Не в одном. Теперь, вот эти четыре случая. Вроде бы все одинаковые. Нет. В случае, когда все дети одинаковые. Нет. Смотрите. Есть один уникальный. Подскажите, вот в этом случае родители внешне одинаковые или разные? Разные. А теперь давайте посмотрим. Бывает ли еще хоть где-нибудь вариант, чтобы родители были разные, а дети одинаковые? Смотрите. Вот это, родители внешне одинаковые или разные? Разные. Родители разные, но все у них дети одинаковые? Нет. Нет. Детей еще примерно один к одному. Нет. Детей не читайте. Снизу не читайте. Там будет донякный и гетер. Вот эти два родителя, внешне одинаковые или разные? Внешне одинаковые. Внешне одинаковые, а эта пара? Разные. Разные совершенно разные. Родители разные, а дети одинаковые. Это значит, что один из родителей доминант на гомбе зигота, а второй родитель репсивный гомбе зигот. Ни в одном другом случае такого не будет. Это золотая мечта любого генетика. Кто понимает, почему вот этот случай, молотаж читает, какая-то репсивная, единственный вариант, когда сразу можно точно выписать генотип. Никаких следований не надо. Если внешне проявился репсивный признак, это значит, какой генотип? Репсивный. Репсивная гомбе зигота, ничего другого быть не может. Это понятно, что вот это мечта генетика. Теперь берем вот эти три случая без расщепления. Что-нибудь общее между ними есть или нет? Смотрите, вот это пароль, вот это пароль, вот это. Есть. А большая? Как это называется? Интересно. Если у нас хотя бы один из родителей доминант на гомбе зигота, неважно какой другой родитель. В любом случае, если хотя бы один из родителей доминант на гомбе зигота, какой у нас есть детей? Всегда доминантный. Всегда доминантный. Второй родитель вообще ничего не значит. Вот простые правила, которые следуют из вот этого впечатления, вот этого множего. Их мы будем использовать на следующем занятии, для того, чтобы перейти в задачу уже следующего уровня сложности.